Да, был случай в моей жизни, ну не у меня крали, воровали маршрутки, был вор. Я постарался это представить, потому что я первый день работал на новой работе, не хотел опаздывать. Он пытался залезть в карман, обычный карманник, то есть пытался залезть в карман. Соответственно, я старался бегать за ним по всей маршрутке, тоже становиться между людьми и самим вором. Ну, конечно, хотелось бы наказать его. Я надеюсь, что все-таки когда-то его словят. Нет, не попадал в такие ситуации. Очень даже недавно был у меня такой случай. Сделали, значит, среди ночи, в 4 часа утра, раздался звонок. И голос, очень похожий на голос моего внука, сказал, бабушка, я попал в милицию. Даже ничего не сказал, что и как. Я перепугалась. Они все время, я говорю, ну так что, что же мне делать? Деньги нужны. А я не позвонила, даже испугалась, чтобы даже им не говорить, чтобы их не расстраивать, дочку. А оказалось, что это все афера. Нет, не попадал в такие ситуации. Пострадал. Нагло взломали, выкрали. Правосудие не мог найти. Конечно, случалось в жизни такое моих знакомых, но это было пару лет назад. И из-за того, что прикрываясь чьими-то погонами, просто дело закрывалось и спускалось на нет. И больше никогда не поднималось. Даже если мы обращались об нашем заявлении, чтобы узнать по поводу этого дела. Никто ничего не говорил и все молчали. Да, у меня велосипед украли, два велосипеда в подъезде. И преступника не нашли. Ну, заявку оставил в милиции, может, найдут когда-то. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова